Церемония открытия Церемония, посвященная и совмещенная, скажем так, с празднованием 30-летия независимости Украины. То есть у нас будет большое количество гостей с этим связано. Это мероприятие делается для того, чтобы более сделать открытым фестиваль для простого зрителя, чтобы больше простых людей могли увидеть это событие, награждение победителей. Это очень важно для них, важно для города, чтобы мероприятие было общедоступным. Конкурсная программа изменилась, не будет международного конкурса, будет только в национальной связи с пандемией, в связи с тем, что многие международные гости, естественно, не могут к нам доехать, либо боятся, либо ограничены решениями своих государств по прилету к нам. В целом все, ну еще изменился формат, да, было раньше фестиваль 8 дней, в этот раз он будет 7 дней. То есть у нас будет открытие в субботу и закрытие в субботу. Показ на Потемкинской лестнице, который раньше был отдельно, традиционно проводился, он будет совмещен с закрытием. То есть фактически фильм, который показывался на Потемкинской лестнице, будет показан как фильм закрытия после церемонии награждения, церемонии закрытия кинофестиваля. Ну, Одесса уже 12 раз встречает Одесский международный кинофестиваль на своей локации. И это очень приятная новина для всех у нас, потому что минулый год мы были в онлайн. Виключно только был перегляд на Потемкинских сходах. Это была такая акция уже в осени. В этом году кинофестиваль пройдет в сербре месяце. Почему в сербре? Потому что был перенесенный Каннский фестиваль, и поэтому наш фестиваль был перенесен. И также потому, что он был приурочен до 30-летней независимости нашей страны. И в этом году его отличается в том, что это только национальная программа. И эта национальная программа будет переважно проводиться. И перегляди будут национальными программами, и жюри будут решать долю национального кино. Это вопрос, которое нас очень турбует. И мы были бы счастливы, если бы украинский кинофестиваль был более развивающий. И такие акции, и такие події, как кинофестиваль, этому очень придают. Поэтому мы очень рады принимать Одесский международный кинофестиваль. Мы очень рады, потому что до нас будут долучаться не только украинские, а и международные эксперты, фаховцы, и офлайн також будут гости, которые будут приездить. Да, их поменьшило, потому что карантин не обмежено, на жаль, еще не изняты. Но тем не менее, они будут. Они будут в Одессе. И фестиваль пройде 7 дней. 14-го будет открытая. Это традиционный оперный театр. И закрытая в этом году совпало с переглядом исторической стрички Чарли Чаплина. Это пройде 21-го. И это очень важно для нас, потому что эта подія, подія закрытая кинофестиваля, будет происходить в формате открытого перегляда. И очень большая количество людей может долучиться до церемонии закрытая, до отзначения переможцев, поздоровления переможцев. И значительно большая количество людей может это посмотреть безкоштовно, что очень принциповое для города, потому что мы проводим очень большую количество open-air проектов, для того, чтобы и жители города, и гости города могли долучиться безкоштовно. Спасибо.